Чувак, ты в курсе, что никто до сих пор не может найти бабки, которые были в офисе МММ? Я вот, блядь, всё... Так их КамАЗами вывозили. И даже смотрел, да, и даже смотрел, что Мавроди говорит на эту тему. Как оно... И Мавроди говорит, я понятия не имею, кто это был. И это, походу, были вообще не, короче, силовики, а мы... Просто как вот спичку развели, ряженые какие-то... Я не буду ничего говорить про это. Взяли, загрузили, блядь, ёпта, КамАЗы бабками уехали. И до сих пор никто не может понять, у кого бабки-то, блядь, где? Я ничего не скажу, я не сделаю ни одного позитивного утверждения на эту тему, но я только возражу Юре. Юра, это были не ряженые. Не, ну это понимаешь... Закрыли тему, поставили точку. Понятно, понятно, ты у нас такой историк, блядь, ёпта. Так... Чубайс, наверное, скажи, вы лично, КамАЗ, как Джокер, всех перебил, блядь, снял, нахуй, маску, убил водителя автобуса, блядь, и увёл, блядь, ёпта, все деньги, нахуй. Это хорошо верить в то, что... Но вот я говорю, я из самых крупных, вот я недаром спичку вспомнил, из последних случаев, когда вот имел место какое-то вымогательство или это, и даже если ты просто хотя бы лентуру читаешь, всегда имеет место, потому что просто, блядь, ряженые люди выслеживают тех, у кого лежат лёгкие бабки, и представляются, говорят, вот у тебя проблема. Во-первых, блядь, менты вам не будут давать возможности вам деньги отдать. Они вас сначала повяжут, блядь, увезут, нахуй, в отделение, там уже будут решать. А вот просто приходят люди, это я вам говорю, мало ли вы, бизнесмены какие сидят, и говорят, вот мы узнали, что вы тут-то-тут-то махинируете, блядь, ёпта, мы решим вопрос, а невозможно-то даже и не менты. Вот в чем дело, блядь. Юра, это не тот случай. Я понимаю, о чем ты говоришь, такое происходит в России сплошь и рядом, но в данном случае это не то. Ну, понятно. А вот знаешь, я думаю, что если бы ты был прав, то про это хоть в каком-то источнике был прав. Нет, вот как раз именно... Хоть хотя бы в самом оппозиционном. Как раз именно потому, что я прав, про это тебе, блядь, никто ни в одном российском источнике, ни одна, блядь, сволочь, никогда и не пихнет. А в малазийском? Да, в моем похуй вообще. Ой, блядь. А может быть только в источнике твоих штанов ешь? За границей настолько важно, знаешь, вот что в России происходит. Это насрать всем абсолютно. Про Чернобыль сняли сериал, значит. Ну, правильно, потому что у них была ядерная угроза для них, для самих, потому что это, блядь, радиоактивное облако, оно летело, блядь, в сторону Европы. Поэтому, конечно, им было не похуй. Если бы оно ебануло где-то в Сибири, им бы было насрать абсолютно. Короче, у тебя вот то же самое, как и с трактовкой в заводном апельсине этой, что это СССР, это просто твое мнение, а ты его выдаешь за, как ты сказал тогда, конвенциональное. Нет, а я сейчас не говорю, кстати, ничего про конвенциональное. Это сугубо мое мнение. Да, действительно. Да. В чем проблема? Я этот вопрос изучал достаточно пристально. Я даже говеный фильм посмотрел. Это как раз ты пытаешься свое мнение выдать за что-то большее. В данном случае мы имеем твое мнение против моего мнения. По какой-то причине тебе кажется, что, блядь, это обязательно, мне кажется, вот именно власть все сделала. И ты не веришь, что в 90-е годы был такой бардак. А бардак был просто, что вот именно, может быть, власть бы и хотела эти деньги забрать. Вот почему ты не веришь в историю, что просто приехали хуй пойду. Нет, я про власть ничего не говорил, это были ряжены. Прямо недавно. Ты меня переубедил, Юра. Бойцы ФСБ. Бойцы ФСБ. А ты в курсе, что они тоже не были ряжеными? Ты в курсе? Еще раз тебе говорю. Я в курсе этой истории, Юра. А ты в курсе, что это не ряжены были бардаки? Ты, блядь, ну в том-то и дело, что они пришли, блядь, не по инициативе ФСБ, Ну они не были ряжеными, блядь. Как ты не можешь это понять, что ситуация совершенно, блядь, ладно, хуй. То есть ты думаешь, что силовики... Все, ты меня переубедил, ты молодец. Ты думаешь, что силовики конкретно уперли? Какой-нибудь лебедь может или кто? Он уже мертв был к тому времени. Я, короче, блядь, вот... Нет, лебедь он потом. Где деньги МММ, для меня это прям такая, блядь, как загадка уровня Индиан Джонсон. Все, ты меня переубедил, это были ряжены. Продолжаем. Следующий вопрос. Ты просто испугался, что я предположил, кого ты обвиняешь в этом, и поэтому... Я никого не обвиняю. Не, мне правда интересно, друзья, вот ваше предположение, донаторы или в чате, вот где деньги МММ? Неужели по-вашему все так просто, как вот Ежи Сармад предполагает? Нет, просто смотри, Юра, ты для того, чтобы... Деньги всегда всплывают. Блядь, ты можешь замолчать на минуту хотя бы. Смотри, для того, чтобы со мной поспорить, ты в качестве альтернативы начал ссылаться на историю, когда, блядь, ФСБшники пошли ограбили чувака в банке. Ну, то есть, ну, это... Они же не были ряженые, пойми ты это, господи. Они были ФСБшниками на службе, это могли быть просто обычные чуваки, у них не было ни распоряжения, ничего, им достаточно было просто форму. Да, это могли быть обычные чуваки, но это не были обычные чуваки. Это могли быть хоть чоповцы, чувак. Это мог быть кто угодно, да, это могли быть чоповцы, да. Важно, что кто-то, блядь, ёпта, кто-то из банка просто сдал, что будут сдавать крупную сумму. Я всем рекомендую почитать про эту историю просто. Чувак, это могли быть хоть я и ты, вот в чём дело, потому что... Нет, это не могли быть я и ты, к сожалению. Бардак, блядь. Людям пришли, говорят, это обыск, это всё показали. У тебя бы уже был свой собственный остров, причём, знаешь, не списка из денег. Ещё раз, чувак, никто там не представился, ничего не показал, кроме фальшивой какой-то напечатанной на принтере бумажки. Просто это были, неважно, они могли быть хоть PSB-шники, хоть кто это, были люди в нерабочее время, которые напялили на себя выкладку, приехали на тачке, зашли, тыкнули фальшивые документы и забрали. Возле 7 КамАЗов денег, и до сих пор, блядь, никто не знает, куда эти люди делятся. Нет, я говорю про последний случай, а не про МММ. А в последний случай, опять-таки, он против твоей же позиции играет, почему-то, потому что это не были разумные. Но я говорю о том, что не обязательно быть сотрудником ФСБ для того, чтобы это сделать. Не обязательно, а я не говорю, что обязательно. Достаточно просто кто-то навёл, может, это вообще кто-то из сотрудников, блядь, МММ, нахуй, какой-нибудь партнёр Мавроди, который сел, а он вышел, блядь, кто знает, блядь, где он сейчас? Может, он на Мальдивах, на собственном острове, блядь. Кто, блядь, ёпта? Непонятно, в том-то и дело, деньги бы всплыли, если бы их спиздили... Вот как раз, если бы их какие-то, знаешь, преступники или чоповцы спиздили, тогда бы они сплыли. Представь себе, это сколько человек, вот, типа, насколько тебе нужна сплочённость, чтобы один не прокололся? Мне кажется, это такое возможно только в криминальном мире. В смысле не прокололся? В смысле? Ну, вот даже эти ФСБшники же прокололись в итоге, всех поймали, а они ФСБшники. Мне кажется, это были профессиональные преступники какие-то, типа, которые просто сумели... Отчасти ты прав. Многие из них сейчас легализовались уже, так или иначе, но... Тоже, тоже, не, как сказать, засчитываю. Откуда вот просто такая уверенность, что... Если даже Мавроди говорит, это были хуй пойми кто, блядь. Приехали люди, забрали, блядь, мы их не пили. Понимаешь, что вот если бы это были преступники, Мавроди говорил бы, это преступники. А то, что Мавроди говорит, это были хуй знает кто, это говорит только об одном. Мавроди знает, кто это. Их мог взять кто угодно, только не Мавроди, который умер в нищете. Ну, говорите, он не может об этом, поэтому он и говорит, хуй знает кто. Ну, теперь он уже умер, теперь он точно уже не скажет. Единственный, да, кто, я верю, что не брал эти деньги, это Сергей Мавроди, потому что он умер в нищете и так нихуя не смог нормальных людей наебать, блядь, на бабки. Не, он себе в тюрьме наебывал, когда он через интернет создал... Ну, чувак, мне кажется, что это признак недалекого ума делать вот такие вот выводы просто... Ну, так не делай. Это ты их делаешь, ты сразу дело раскрыл. Я как раз исследовал кучу источников, и это интересно. Есть много версий, множество, а ты просто говоришь, было так, как я сказал. Все версии, которые ты озвучиваешь, все источники, которые ты изучил, и все, что ты сейчас рассказал на стриме, только укрепляют меня в верности моей... Так да, ну ты ее просто с потолка взял. Нет, нет, из твоих же источников. Вот ты говоришь, типа, какие-то рандомные хуи в масках, значит, пытались ограбить мужика, а когда их поймали, выяснилось, что это ФСБшники. Маня. Все, как бы мне этого вполне достаточно. Значит, не означает, что всегда. Не означает. А мы и не говорим про всегда. Нет, мы не говорим про всегда. Мы говорим про конкретную ситуацию, где было 7 КАМАЗов. Почитай, что происходит в стране. Постоянно представляются... У каждого, блядь, кидала корочка фальшивая следственного комитета, блядь, где любой мой... Ты будешь потом говорить, да, меня ФСБшники... Нет, ну если чувака поймать с такой корочкой, его посадят за подделку документов, в общем-то, это... Ой, да ладно, блядь. Конечно. То-то у всех, блядь, на дороге, куда не едешь, корочки, блядь, помощников депутата, блядь, которые в метро продаются. У меня настоящая корочка. У меня... А им это расскажи, блядь, ёпта, они же свою купили, блядь, ёпту. Тебя, наверное, уже отпиздили раз в пять, потому что думали, что корочка фальшивая, да? Да, конечно. Только и тысячи людям в лицо. Хованский такой выбирает, типа, я помощник депутата, а они такие, да какой ты помощник, на, на, а потом... Ситуация менее однозначная, чем тебе кажется. А я не видел, что она однозначная. Это, это был самый большой джек-хот в стране. И ты думаешь, что его провернули, блядь, ну, силовики, которые, блядь, даже не смогли тут чувака с банком ограбить и их всех поймали. А это совершенно другие силовики в совершенно другой исторический период, потому что ситуация с банком, она происходит сейчас. А бандиты, по-моему, в 90-е нихуя не умели, да? Да, бандиты ничем не... Они, бля, уебанами были, нахуй, тогда. То-то они, блядь, поделили, нахуй, весь бизнес во всей стране между собой. Ты их просто защиту. Да, но, Юра, кто сейчас эти бандиты, которые поделили бизнес во всей стране? Один из самых вероятных вариантов, может быть, это какая-то крыса из тех, кто работал с Мавроди. У него же было еще два соучредителя, ушлые, блядь, которые отсидели, а от них все отстали, в отличие от Мавроди, блядь, ёпт. Это мог быть кто-то из... Почему никто и не думает, что кто-то просто, блядь, решил кидануть Мавроди и вывез все бабки куда-то, блядь, ёпт. Так и было, так и было. Ты думаешь, я с тобой спорю? Нет. Но, опять-таки, для того, чтобы кидануть Мавроди и вывезти все эти бабки, были использованы вот определенные люди, у которых было семь КАМАЗов, у которых были маски, оружие. Блядь, чувак, они... Которые могли фальшивые документы... Пол страны вложили свои бабки, они могли просто из этой кучи у Мавроди лежали эти деньги, целая комната. Кто-то мог пойти, взять денег и нанять столько КАМАЗов, сколько надо. Там пучинало было семь КАМАЗов. Я, блядь, могу нанять тебе семь КАМАЗов, блядь. Правильно, так они сделали, да. Именно так. Ну, может, четыре КАМАЗа, блядь. Четыре у меня есть знакомых, которые могут эту хуйню водить. Вот четыре КАМАЗа я б тебе пригнал, блядь, ёпта. Это не так сложно. Почему ты уверен, что для этого... Если вот видишь, как показалось АФСБ. Даже банк обнести не смогли, всех поймали. А там никого не поймали. Юра, я тебя расстрою, но помимо АФСБ в России есть другие структуры. Так а почему ты думаешь, что это... А они думают, что у меня АФСБ, что ли, эти другие структуры? Почему вот ты так упорно считаешь, что именно преступная какая-то схема не может... Или схема внутри. Потому что успешное осуществление... Я могу тебе объяснить, если ты хотя бы полминутки помолчишь. Понимаешь, в чём дело? Успешное осуществление такого дела с тем, чтобы эти деньги потом никогда не всплыли нигде. И даже там через 10-20 лет никто об этом не проболтался, что он имел прямое или косвенное отношение к этим событиям. А это по факту то, что мы имеем сейчас, да, в настоящий момент. Это всё требует железной дисциплины и определённого умения работать с людьми. В том числе с теми, кто мог бы потенциально проболтаться, но не сделал этого, потому что там выпал в окно, перерезал ею и всякое такое. Чувак, тут недавно, блядь, какого-то тоже ФСБшника задержали за то, что он на свадьбе пьяный. Я ещё раз говорю, это КФСБ, КФСБ это не имеет никакого отношения. Это как раз и железная дисциплина, и как раз без угаса, это ближе к бандитам. Ты просто уже в какой-то момент перестал слушать, что я говорю, поэтому это уже... Ты говоришь, что это требует железной дисциплины и безукоризненного, и слаженности, и выполнения действий. Я в восемь раз повторил, что к ФСБ это не имеет никакого отношения. Да не к ФСБ, а к кому тогда? Почему ты думаешь, что для этого нужно какое-то армейское образование, если люди прекрасно грабят банки, не служив в армии, блядь? Да, люди прекрасно грабят банки, но потом либо деньги всплывают, либо участники событий начинают про это рассказывать, либо кого-то сажают по другим делам, а потом они начинают как бы тоже рассказывать про это, и таким образом тайное становится явным. А мы имеем ситуацию, при которой даже несмотря на то, что прошло 20 лет, ни деньги не нашлись, ни один из участников событий не рассказал про это. Слушай, ну будем честны, в 90-е они могли выскользнуть просто так вот, блядь, хоть в аэропорту, блядь, ёпта, сразу поехать на... Так и произошло, так и произошло, но, блядь, улететь семью КамАЗами денег просто так ты никак не можешь, понимаешь? А легко, нанимаешь какой-то... Ты бригаду, что ли, не смотрел, блядь, ёпта? Вообще, проще простого. Тебе нужно перевезти, как нелегально, там, семь вагонов в какой-нибудь Казахстан, тебе, блядь, кто угодно устроит эту хуйню, блядь, ты можешь там героин везти, блядь, о чём ты говоришь? Ну, в 90-е так было, по крайней мере. Типа, блядь, это вообще не проблема, вывезти куда-то семь КамАЗов. Люди возили, блядь, по семьдесят семь КамАЗов, ворованного, блядь, ёпта, и потом из этого себе какие-нибудь эти заводы строили, блядь, ёпта, во время приватизации. Раньше же никто ни за чем не следил, жутко было. Одно я тебе могу сказать, Юра. Деньги вернулись в бюджет, всё хорошо. Понятно, понятно, ты из этих. Так, ладно, продолжаем следующее сообщение. Человек с ником RubeHimself прислал нам денюжку, спасибо, за большой донат. Мне кажется, что Мавроди бабки не нужны были, он это всё делал от сильной нелюбви к людям. Ну, можно, да, можно таким образом это проинтерпретировать. Просто сжигал эти бабки, как в этом, в этом. Юра, ты здесь? У тебя звук, походу, пропал сейчас. Алло, ты отвалился на самом начале, когда ты начал, значит. Да мне теперь второй раз невесело будет это говорить, я уже посмеялся. Ну, ты сравнил это с Джокером, я понял, который сжигал. Да, 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 где он? Я пошутил таким образом за тебя. Теперь мне уже, вот видишь, как бы обрыв связи испортил всё это. Мне теперь уже самому не весело.